Выходные на Лайнс-арене тренеры по мини-футболу, теннису и падл-теннису провели мастер-классы для детей. После можно было и записаться в секции. И многие так и сделали. Сегодня на Лайнс-арене проходит настоящий спортивный праздник для детей. У тех, кто прежде никогда себя не пробовал в спорте, сегодня есть уникальная возможность попробовать сразу несколько видов. Здесь проходят мастер-классы по мини-футболу, по теннису и падл-теннису. И многие желающие записались сразу на несколько мастер-классов. Хорошо, ребята, сейчас бьем поворотом, да? На воротах никто не стоит? На воротах вот станет мат. А можно потом я встану? Можно я встану? Будем меняться, меняться будем, будем меняться. Я поступаю. Смотрите, опять у нас. Обводим конусы, любой ногой, которая вам нравится, до линии пробили поворотом. Футболисты и судьи на поле, болельщики на трибунах. Даже те, кто впервые играет на настоящем газоне, уже чувствуют себя звездой большого спорта. Мастер-класс ребятам кажется реальным матчем. Надо забирать голову и давать пасы. А еще, чтобы стать успешным футболистом, как ты думаешь, что нужно для этого? Надо мотаться и хорошо давать пасы. У тебя получается? Да. Собираем их в кучу, то есть до кучи. Объясняем, что мяч это их не друг, да, то есть не надо его бросать, кидать. И как-то справляемся, и получается, и детям нравится. На трибуне не так громко, как во время матча Лиги Чемпионов, но волнуются фанаты не меньше. Папа и мама снимают видео на память о первых шагах ребенка в футболе. Мы очень любим футбол. Все, что связано с футболом, мы даже дома включаем канал Матч ТВ постоянно. Мы это заметили, и ты хочешь, иди по футболу. Я привела дочку. Она давно хотела пойти на футбол. Ей нравится футбол, она наблюдает за футболом, практически все матчи смотрит, ей это интересно, но я решила ее поддержать. И эта поддержка очень пригодилась. На мастер-классе 12-летняя Тая стала лидером по количеству забитых мячей, получила абонемент на посещение секции по мини-футболу. С детства я любила играть, с братом играла. А здесь в мини-футбол играют мини-игроки. Теме всего три года, но он точно знает, что нужно делать на поле. Пока футболисты начинают свой путь к мечте играть, как Криштиану Роналду, здесь на теннисных кортах сейчас проходят мастер-классы по большому теннису. И, возможно, эти ребята – будущие участники турниров «Большого шлема» и «Ролан Горос». Но сегодня задача у них попроще – научиться держать ракетку, контролировать мяч, но хорошенько сначала размяться. Первые состязания на корте – эстафета на скорость. В теннисе тоже важно быстро бегать, а еще уметь достойно проигрывать. А чего расстроилась так? Из-за кого-то проиграли. Из-за кого? Из-за района. Можно заниматься в любом возрасте. И, начиная с четырех лет, оборудование позволяет – маленькие ракетки, мягкие мячки, которые в любом возрасте позволяют вам сразу же встать на корт и играть. После спортивных мастер-классов многие записались в секции по теннису и мини-футболу. Ну а у тех, кто не попал на пробные занятия, возможность еще обязательно будет. Этот мастер-класс на Лайнс-арене не последний.